Девушки отдыхают 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 С точки зрения человеческой психологии В его самоубийстве была бесспорная логика Его ходатайство Заменить повешение расстрелом Было отклонено Маршалов не вешают Написал он в своей предсмертной записке Создавалось впечатление, что он ушел Из жизни победителем Обманув всех, даже уготованную ему смерть Он ушел, а историки Много десятилетий бьются над разгадкой Тайны его самоубийства Кто же дал ему яд? Американский офицер? Немецкий врач? Адвокат? Жена в момент прощального поцелуя? Недавно американский солдат Герберт Ли Стиверс Охранявший Геринга на процессе Взял вину на себя Он увлекся немецкой девушкой И та попросила передать больному Герингу Лекарства Все эти версии занимательны И правдоподобны Но можно ли принимать их всерьез? После самоубийства главы Трудового фронта Роберта Лея Дальнейшие самоубийства в Нюрнберге Сделались невозможно Во-первых Был очень крупный скандал И вопрос об охране нацистских преступников Взяли под контроль первые лица государства С нашей стороны это был лично Сталин И была выстроена очень серьезная цепочка охраны Главных нацистских преступников Если раньше в основном охрану вела только одна сторона То теперь в любом случае это была связка из двух сторон Одна сторона осуществляла основную охрану А другая ее как бы подстраховывала Ну проще говоря может быть контролировала Герман Геринг был еще мальчиком Когда его собственная мать сказала о нем Герман когда вырастет станет великим человеком Или великим преступником В 1945 году узник камеры номер 5 тюремного крыла Нюрнбергского дворца правосудия Упрямо продолжал считать себя великим человеком Но все человечество уже точно знало Что за этой тюремной решеткой находится военный преступник номер один В камере у Геринга было достаточно времени Чтобы вспомнить все подробности своей авантюрной и страшной жизни Это была очень сложная и противоречивая личность Хотя очень важную роль в этом играла его огромная амбиция Он был неимоверно амбициозен Он был в этом отношении жесток То есть для удовлетворения своих амбиций Он мог переступить через любые принципы Первую мировую войну Геринг встретил с радостью Он верил что она принесет ему славу, награды и чины К 1917 году Геринг приобрел репутацию Высококлассного летчика истребителя Он знаменит, он герой, о нем пишут газеты, он получает награды Но война заканчивается поражением Германии и революции Красные банты на солдатских шинелях Красные флаги, митинги Геринг растерян, удручен, несчастен У него ничего нет Нет биографии Все его военные подвиги, награды 22 сбитых самолетов, все это никому не нужно У немцев отвращение ко всему, что связано с войной У него нет работы, он умеет только летать Но по условиям Версальского договора у Германии не должно быть военных самолетов И страны у него тоже нет Той Германии, которую он так любил и которой так гордился И вот эти все рыцари неба, которые побеждали в тяжелых боях Они вдруг оказались неудел Ну, конечно, он для движения нацистов имеет очень большое значение Конечно, больше в начале движения Потому что он был какой-то прототип, который национальностиалистам бы нужен Он был очень успешный летчик Первой мировой войны Молодой, красивый парень, здоровый И он был, в принципе, нужен для немецкой или фашистской пропаганды И одновременно он, в принципе, очень быстро сам понял Что он может движеться вперед Или делать какую-то карьеру Именно на руках фашиста Каждый день по одному и тому же маршруту Его вели под конвоем по длинным коридорам и лестницам Дворца правосудия в зал судебных заседаний Обвинители и судьи хорошо изучили его биографию Господин Геринг, когда вы примкнули к нацистам? Когда он примкнул к нацистам? Это произошло в 1922 году Тогда же познакомился с Гитлером Он уже слушал его выступления И, подобно тысячам других людей, был околдован его речами «Мне показалось, что его речь льется из моей души», – говорил Геринг Идеи Гитлера умещаются в несколько строк Во всем виноваты коммунисты Во всем виноваты евреи Что толку говорить о несправедливости Версальского договора? Надо взять власть и разорвать договор Из всего, о чем говорил новый германский вождь, Герингу больше всего согревало душу слово «власть» В январе 1923 года Геринг становится во главе гитлеровских штурмовиков Я протянул Гитлеру руку и сказал Я вверяю вам свою судьбу в горе и в радости В хорошие времена и в плохие Даже если за это придется поплатиться жизнью Когда Геринг примкнул к нацистской партии Уже, так сказать, по приглашению Гитлера Он сразу же занял в ней выдающееся положение Причем по двум причинам Первая, потому что этого хотела партия Этого хотел Гитлер Гитлеру был очень нужен такой человек Чтобы показать, что его партия Это не олимпидизированное отремие Что это люди достойные того Чтобы их уважали рядовые немцы А герой войны, естественно, подходил под эту характеристику И, во-вторых, огромные амбиции И огромная энергия, с которой Геринг приступил к партийной работе Она не могла не вызвать вот того Что его сразу начали выдвигать на большие пасты Пивной путь расколол его жизнь на два куска После пулевого ранения в пах Во время разгона их марша по улицам Мюнхена Того Геринга, которого так обожали женщины Того бесстрашного воздушного рыцаря Больше не было Рана оказалась тяжелой, болезненной И в австрийской клинике ему стали колоть морфий Чтобы избавиться от боли Он принимал все большие и большие дозы Он не мог справиться со своей болезнью Со своим болезненным пристрастием И несколько раз совершал просто необъяснимые поступки Он мог быть в состоянии, ну, скажем так, ломки Очень агрессивным Некоторые даже были позывы К самоубийству От привычки к наркотикам он избавлялся долго Трудно Только жестокий курс лечения в психиатрической лечебнице принес результат Но ранение оставило и другой след Произошел какой-то гормональный сдвиг И Геринг начал стремительно набирать вес Когда Геринг в 45-м сдался американцам И его после пресс-конференции После дружеских вечеринок с американскими офицерами Привезли, наконец, в тюрьму Полковник Эндрюс, тюремный комендант Увидел в нем только жеманного толстяка с двумя чемоданами таблеток Геринг казался ему смешным Комендант так и не смог понять Как такой комический персонаж мог держать в страхе половину Европы Но внешность обманчива Даже Гитлер признавал, что у Геринга есть такие качества Которые отсутствуют у него самого Когда нужно, говорил фюрер Этот человек бывает холоден, как лед Более того, именно этот жеманный толстяк И привел Адольфа Гитлера к власти Уже в 1928 году нацисты получили 12 мандатов в Рейхстаг А в 1932-м 230 Все это время шла беспощадная борьба за власть над улицей Револьверы и кастеты гитлеровских штурмовиков Служили главным аргументом Гитлер, Геринг, Геббельс Лучшие ораторы нацистов срывали голоса Выступая перед многотысячными толпами Все это было важно для победы нацистов Но это было не главным Дорога к власти проходила не по бурлящей берлинской мостовой А через тихие аристократические салоны Где не прекращаясь ни на минуту шел политический торг В этих салонах принимали и признавали только Геринга Именно ему удается убедить фельдмаршала Гинденбурга Назначить Гитлера канцлером Геббельс записал потом в своем дневнике Несомненно, это был час величайшего триумфа в жизни Геринга На протяжении нескольких лет он прокладывал политическую дорогу фюреру Ведя бесконечно изматывающие переговоры Его рассудительность, его энергия Но прежде всего сила характера и преданность Гитлеру Были очевидными, непоколебимыми и достойными восхищения По словам Геббельса, этот честный солдат с доверчивым сердцем ребенка Принес Гитлеру величайшее в его жизни известие Гитлер отнюдь не недооценивал действия Геринга Уже позже, уже во время войны Когда там время от времени он помарал на Геринга Обвиняя его в больших провалах Постоянно, постоянно Гитлер напоминал Когда ему говорили, а давайте снимем Геринга Он уже ничего не может Он уже, так сказать, не может ничего сделать Он уже не может руководить Люфтваффе Он говорил, нет, мы его оставим Это железный Герман Я помню, как он действовал в 1933 году Рейхсмаршалу приходилось гадать Что американцам известно, а что они хотят узнать у него Гилберт сообщил ему, что Вернер фон Браун И его сотрудники находятся в Америке И занимаются созданием американской ракетной техники Но как далеко продвинулась американская техническая разведка В поисках основных немецких военных секретов Геринг не знал О технических достижениях Рейха И технологических прорывах Геринг был осведомлен лучше всех Как уполномоченный по четырехлетнему плану И как руководитель Министерства авиации Он курировал самые перспективные технические проекты В их числе были те, что на много лет обогнали свое время Американцы также знали, что чудо-оружие Которым Гитлер пугал своих врагов Не пропагандистский миф, а реальность Существующая, как минимум, в чертежах Технологии, ноу-хау, военные особенно Представляли, пожалуй, главный интерес Немцы по легендам получили определенную информацию Из Шамбалы, с чертежами И с секретами технологическими Новых видов оружия Почему Гитлер говорил, мы сейчас создадим новое оружие И оно поможет нам победить коммунизм Они не успели Летающая стрелка была создана Были фотографии Совершала полеты И говорят, что летала в Токио Поэтому Геринг, потому что он знал Места расположения заводов Но знал инженеров, которые работали над этим Все участники этих проектов в конце войны были уничтожены Но американцы об этом не знали А если где-то существует тайник с документами То Герингу наверняка известно где Эта информация была бесценна Ради нее американцы были готовы поставить на карту свою репутацию Наплевать на мировое общественное мнение И дать Герингу то, что он хочет Только несколько цифр Широта и долгота Все время процесса в камере Геринга горела электрическая лампочка Круглосуточно велось визуальное наблюдение Не выключалась прослушка Возник даже небольшой скандал Когда сотрудники британской разведки Устанавливали свои микрофоны И обнаружили микрофоны американцев У всех там были свои интересы Союзники смогли договориться А вот советскую разведку К нюрнбергским заключенным не подпускали На пушечный выстрел Не подпускали американцы Нашу разведку Которая присутствовала там Конечно, не ходили, облизывались Как коты на сметану Что там американцы с них получили И взяли поделиться Американцы не делились Советскую разведку интересовали те же вопросы Что и их коллег из ЦРУ и Ми-9 На официальный запрос советского руководства О допросе Геринга нашими офицерами Союзники ответили согласием Но только в присутствии представителей США И Великобритании В отчете о допросе Генерал Серов сообщил Наркому внутренних дел Лаврентию Берия По ходу допроса отмечают Что Геринг не хотел говорить Когда американские офицеры Вышли на пицце Геринг шепнул переводчику Что хотел бы, чтобы его допросили Без представителей союзников Так как он может сообщить Кое-что важное Но такой возможности Следователю Люташову не представилось Что хотел сообщить Геринг Может быть он хотел начать двойную игру Чтобы увеличить свои шансы на жизнь А может быть в конце концов Хотел разъяснить Почему столько раз Оказывался действие советской разведки Стэннис Интересная биография Был приятель Геринга Агент НКВД советской разведки Геринг спрятал его от ареста За его участие В оппозиционной Гитлеру деятельности Кроме Стэнниса В структуре Геринга Был еще один человек Очень интересный Это Вилли Лемон Агент НКВД Брайтон Бах С которого Ильян Семенов Потом Срисовал фигуру Штирлица Его Геринг Продвигал все время В структуры Где он был не Властен В результате всего Брайтон Бах Вилли Лемон Оказался в эстапе И передавал эту информацию Так что Геринг может рассматриваться Как человек Который крышевал Нашу ценную агентуру В определенное время Не зная того В разговорах Геринга С Гилбертом Советская тема Звучала часто Однажды Геринг сказал Теперь вам придется Попытаться свалить Русского колосса Хотел бы я посмотреть Как у вас это получится В зале судебных заседаний Герингу пришлось Отвечать на конкретные вопросы Связанные с войной Германией Против СССР Известен ли вам приказ О клеймении Советских военнопленных Спрашивал советский обвинитель Руденко у Геринга Этот приказ мне неизвестен Известно ли вам Что германское командование Предписывало Использовать советских Военнопленных И гражданских лиц На работах По разминированию И переноске Неразорвавшихся снарядов Мне известно то Что пленные русские саперы Использовались Для расчистки минных полей В какой степени Для этого использовалось Гражданское население Я не знаю Известен ли вам приказ Об уничтожении Ленинграда Москвы И других городов Советского Союза В моем присутствии Об уничтожении Ленинграда Говорилось Лишь в упоминавшемся Документе Причем в том смысле Что если финны Получат Ленинград То они не будут Нуждаться в таком Большом городе С самого начала Будучи убежденным Национал-социалистом Геринг полностью Разделял Точку зрения Гитлера О том Что жизненное пространство Немецкой нации Лежит на востоке Кроме того Геринг был Абсолютно убежденным Антикоммунистом То есть Хуже Большевистского режима В России Для него не было ничего И то что Надо уничтожить Этот режим И поставить Россию на колени Это у Геринга Сомнений Никаких не вызывало То есть Поэтому Уничтожение Советских Виноприятных Уничтожение Коммунистов Расстрелы Евреев Это не было Для него Так сказать Никаким То есть Это было Нормальное действие Его режим Поведение Геринга На слушаниях Становилось Все более Вызывающим Но Геринг Продолжал Демонстрировать Твердость И уверенность В себе Он чувствовал себя Суперзвездой На грандиозном спектакле Который ему устроили Под занавес жизни И который должен был Увенчать его Политическую карьеру На глазах Всего мира Он превращался В коричневого героя Который перед лицом смерти Отстаивает Свои убеждения Еще раз блеснуть Еще раз оказаться В центре внимания Всего мира А там и умирать Не страшно Нет Ему было Очень страшно Умирать Он гнал От себя Мысли о смерти Он верил В то Что ему Удастся Перехитрить Их всех На самом деле Никаким героем Он не был Ему нравилось Красоваться На трибуне Он старательно Играл свою роль Но стоило Тюремной администрации Показать Что ей что-то Не нравится В поведении Геринга Как он тут же Превращался В жалкого Трусливого Человечка В чем же дело Кому был нужен Этот спектакль С Герингом В главной роли Кто был Кукловодом Логично предположить Что доктор Гилберт Единственный доверительный Собеседник Геринга В тюрьме Целенаправленно Подталкивал его К подобному поведению Торт продолжался Герингу Герингу были обещаны Свобода Жизнь И богатство А чтобы он Не сомневался Был выдан Аванс Право Нагло И вызывающе Вести себя На процессе Когда Также пытались Вести себя Другие нацисты Их обрывали Резко И грубо Наступил день Когда психика Геринга Перестала Выдерживать Нагрузку 17 октября 1945 года Геринг Находился В камере Материалы Прослушек Дают полное Представление О том Как это Происходило Сначала Он что-то Невнятно Бормотал Потом Слова Стали четкими И ясными Геринг Геринг Говорил Обращаясь К своей Первой жене Умершей Еще в 1931 году Он Рассказывал Ей Обо всем Что было В его жизни После ее Смерти Объяснял Что суд Должен Состояться Но Судьей Ему Может быть Только Она Геринг Геринг Говорил Монотонно Постоянно Расхаживая По маленькой Камере Четыре Шага туда Четыре Обратно Глядя В потолок Иногда Он Натыкался На стул И тогда На несколько Минут Останавливался Геринг Геринг Мог быть Нужен Нашим Союзникам Еще по ряду Причин Никто Не знал Как Поведет Себя Германия После Капитуляции Это Был Очень Сложный Сложный Процесс Вывода Германии Из Вот Этого Из Националистической Фашистской Лихорадки В которой Она Жила Последнее Десятилетие Это Был Переходный Период Когда Немцы Не могли Вот так Выдернуть Своё Сознание Из-под Фюрер Принципа Из Вот Этого Оголтелого Нацизма На этот Переходный Период Нужна Была Некая Фигура Из Тех Основных Нацистских Бонс В игре С доктором Гилбертом У Геринга Было Дело в том Что Американской И британской Разведке Были нужны Не только Искренность Геринга Не только Его признание Не менее Важным Для них Было И его Молчание Многие Уважаемые И влиятельные Люди По обе Стороны Атлантики Все время Пока шел Процесс Со страхом Открывали Утренние Газеты Придти К власти Нацистам Помогали Многие Из тех Кто потом Стал с ними Бороться Эти люди Много раз Были гостями Геринга Даже Во время Войны Бизнес Был для них Важнее Политических Разногласий Здесь В Нюрнберге Геринг Рассчитывал На помощь Этих Людей И до поры До времени Молчал И Черчилль Там был Замазан С деньгами Он что-то Финансировал Германии Получает Свою Выгоду Но об этом Пока Документы Не Открыты Поэтому Трудно Сейчас Что-то С уверенностью Утверждать Еще одним Предметом Торга Стала Семья Геринга И тут Все козыри Были на руках У разведчиков Он был Очень встревожен Когда узнал Что его жена И дочь Находятся В лагере И успокоился Только тогда Когда получил Первое свидание Вы знаете Метод Добрый следователь Злой следователь Один Запудивает А второй Снимает напряжение И проникает В психику Подследственного И хитровными Комбинациями Вопросов Обещаний Посулов Лести Выуживает то Что Не может Выудить Первый Поэтому Психологи Готовят Специально Комбинации Такого рода Сценарии В котором Развивается Работа С людьми В данном случае С теми Проходил По Гюрнберговому Процессу Никто не внушается Обещаниями Невыполненными Посолами И Торговлей Ты Нам А мы Вам Могут сказать Что мы тебя Расстреляем И повесим Все равно Но А твоим Родственникам Твоей Любимой Дочери Сыну Внучке И Родителям Мы Не тронем Вторая жена Геринга Эмма Была добрым И порядочным Человеком Геринга Она искренне Любила Но взгляды Нацистов Не разделяла Ей конечно Льстило Высокое положение Ее мужа Она им Часто Пользовалась Пользовалась Так Что Гиммлер Зеленел От злости Когда Геринг В очередной раз Обращался С просьбой Спасти Того или другого Еврейского Актера Или актрису Когда Эмма Родила ему Дочку Счастью Рейхсмаршала Не было предела Моя самая Большая награда В жизни Сказал Счастливый Геринг В 1947 В рамках Общего Процесса Деноцификации Германии Проходил Судебное Разбьюорательство По делу Эмми Геринг На этот Судебный Процесс Добровольно Пришло Около Двух Десятков Человек В основном Евреев По национальности Бывших Артистов С которыми Она работала И лично Добровольно Свидетельствовали В ее пользу То что она Их спасла От преследования Ну используя Самые различные Механизмы Она Это делала Настолько Настойчиво Что в определенный Момент Гитлер Просто дистанцировался От нее И перестал С ней разговаривать Более того В определенный Момент Скажем так Гаутилы Антисемиты Типа Штрайхера Начали распространять Кучу слухов По поводу того Что Эмми Помогает евреям Потому что Она сама еврейка И это Могло в определенный Момент Распространения Этих слухов Выйти к Герингу Боком Так что Ну к чести Его второй супруги Она все-таки Пыталась сделать То что и было В ее силах В Нюрнберге Свидание с семьей Ему предоставляли Редко Один раз Геринг не выдержал И заплакал Когда его жена Эмма Пришла в тюрьму Вместе с дочкой Как раз в это время На Нюрнбергском процессе Шла речь О массовых Убийствах людей В германских Концлагерях Советский обвинитель В качестве улики Предоставил документальный фильм Киномеханик Вставил пленку Неправильно И кадры побежали Задом наперед Геринг злорадно Засмеялся Потом пленку Поставили как надо И зал Оцепенел от ужаса Геринг отвернулся Ну я думаю Он остается Как и 20 лет назад Один из главных Военных преступников И люди сейчас Туже понимают Что он У нас очень большая Ответственность На истребление Можно так сказать На коммунистов И тоже на евреев И он тоже Играл очень большое влияние И что он тоже Был один из Организаторов Войны И поэтому я думаю Он остается Как один из главных Преступников Среди Гевельц Гитла Гимла Он остается Как можно сказать Великий четверку Или пятерку Время шло Но ощутимого Результата Все не было Процесс Шел уже Целый год Многое поменялось За это время Американцы Успели взорвать Атомную бомбу Русские В своем Оккупационном секторе Поставили К власти Коммунистов Черчилль Фултоне Произнес Свою знаменитую Речь Но на горизонте Уже маячили Контуры Будущей Глобальной Схватки Геринг Упорно Молчал Становилось Понятно Что работать С ним Нужно еще Очень долго И данные Ему обещания Придется выполнять Но как? Помилование Было исключено В этом случае Весь нюрнбергский Процесс превращался В жалкий фарс Надо полагать Что решение По судьбе Геринга Принимали не разведчики А руководители США И Великобритании Они исходили Из того Что для спецслужб Невыполнимых задач Нет И решение Было принято Для всего мира Геринг Должен был Умереть Но при этом Остаться в живых В недрах ЦРУ вовсю Шла подготовка К сложнейшей операции Для ее проведения Планировалось Использовать Новейший препарат Который на несколько часов Превращает живого человека В бездыханный труп Мнимое самоубийство Должно было произойти Непосредственно Перед казнью Чтобы американские Английские И советские медики Не слишком усердно Осматривали труп Рейхсмаршала Было предусмотрено все В печь крематория Должен был отправиться Труп совершенно другого человека А Геринг В это время Должен был Уже лететь К долгожданной свободе Я думаю Что это был один из Таких сверхновых И наверное во многом Еще опытных препаратов Которые могли погрузить Человека Такое состояние Анабиоза То есть очень сильно Снизить температуру Замедлить пульс Ну фактически Это как бы была Такая имитация Смерти Геринг ведь был наркоманом На это не надо Закрывать глаза И когда его начали Готовить постепенно Маленькими дозами К принятию Вот этого препарата Его организм Уже начал Реагировать Не совсем адекватно То есть у Геринга Не снижалась температура Как надо У него не падал пульс У него очень сильно Мощно работало сердце То есть этот препарат Действовал на его психику А не на его физику И вот когда Наступил критический Такой момент Когда в принципе Уже надо было Дать ему это лекарство В полном объеме Чтобы его Вот погрузить В состояние Анабиоза Вот здесь Произошел Произошел Сбой О подобных операциях Как правило Не остается Никаких документальных следов Да и их участники Очень часто Долго не живут И версия О мнимом самоубийстве Геринга Была бы обречена На провал Если бы не один документ Его передал Доктор Гилберт Сестре Гесса Через 20 лет После окончания Нюрнбергского процесса К Герингу Этот документ Не имеет никакого отношения Но может пролить Свет на тайну Его смерти Это стенограмма Разговора Роберта Лея С одним странным Весьма странным Человеком Он представился Поваром Американского Генерала Маршала Кто он был На самом деле Сотрудник Американской разведки Наркобарон Провокатор Неизвестно Он предложил Лею Создать В одной Южноамериканской Республике Крепкую армию Для защиты Интересов Наркобизнеса Также он намекнул На возможность Возрождения Германии Как центра силы И союз Нового германского Государства С наркомафией Все это Предлагалось Делать на деньги Спрятанные немцами В Альпах Самое интересное В этом разговоре Произошло В самом его конце Если вы согласны Герлей То вам нужно Только довериться Врачу Закрыть глаза А откроете вы их Уже посреди океана Наверное И Геринг Закрывая глаза 15 октября 1946 Года Верил Что откроет их Посреди океана На пути К долгожданной Свободе Он выпил препарат Но сон Не приходил Началась Предсмертная агония Которая продолжалась 3 часа 47 минут Ни один яд К которому прибегали люди Сводящие счеты с жизнью Не действует так долго Нацистские вожди В таких случаях Предпочитали цианистый калий Который действует мгновенно Остается только одно объяснение Это действительно Был сильнодействующий Медицинский препарат Который должен был Привести не к смерти Геринга А к временному состоянию Похожему на смерть Но организм наркомана Не справился с нагрузкой Авантюра не состоялась Все свои тайны Геринг Унес с собой Это заяд От которого умирают В течение 4 часов Вот тогда был поставлен Первый вопрос А что было на самом деле Потому что Версия о самоубийстве Она была заявлена сразу Она была заявлена Всем 4 сторонам Геринг совершил самоубийство Но агонию Эту агонию скрыть не удалось От него не осталось Следа на земле Оставил ли он след в истории Как мечтал Скорее только наследил Вот он Военный преступник Подсудимый Международного трибунала А это чуть раньше Он еще не подсудимый Но уже в плену А это еще раньше С жезлом Рейхсмаршала в руке Не узнать его невозможно Образ Растиражирован фотографами И карикутеристами Всего мира Вот он с топором в руке А вот с любимой дочерью Это с Гитлером Это с Гиммлером А здесь он еще не нацист Бесстрашный воздушный ас Первой мировой войны А вот он кадет Совсем маленький Герман Геринг В детстве он любил горы Высоту Ему казалось Что у него есть крылья Способные поднять его Над всеми остальными людьми Его труп сожгли Прах развеяли по ветру Субтитры создавал DimaTorzok Северо-запад Германии Веспалия 1939 год 13 человек собрались в баронском зале замка в Вевельсбург Они одинаково одеты У каждого ритуальный кинжал Каждый носит серебряное кольцо с печатью Торжественно занимают они свои места за огромным дубовым столом Напоминающим круглый стол легендарного короля Артура 13 занимают свои места и начинают медитировать под руководством великого магистра Магистром ордена, проводившего таинственные обряды в замке Вевельсбург Был никто иной, как рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер Один из самых мрачных и загадочных персонажей фашистской Германии Нацистский идеолог Альфред Розенберг вспоминал Мне ни разу не удалось поймать взгляд Гиммлера Его глаза вечно бегали и моргали, скрываясь за стеклами пенсны По мнению генерал-полковника танковых войск Гудериана Рейхсфюрер СС был вообще каким-то потусторонним явлением Личный адъютант Гитлера Фридрих Хосбах называл Гиммлера злым духом фюрера А некоторые были убеждены, что Гиммлер вообще не человек В мае 1945 года Гиммлер даже не пытается бежать из страны Подчиненные ему спецслужбы имеют и тайные убежища, и окна на границах И даже подводные лодки, способные доставить его хоть в Антарктиду Но Гиммлер об этом кажется и не думает Переодевшись в гражданское, он в сопровождении нескольких телохранителей Совершает непонятные передвижения по Германии Некоторые исследователи считают, что Рейхсфюрер СС Направляется к месту захоронения древнегерманского короля Генриха Птицелова Ведь Гиммлер считал себя реинкарнацией легендарного монарха И в день рождения короля 2 июня Он собирался появиться на священной для него могиле Здесь должно было свершиться спасительное чудо Он любил действительно оставаться на могиле короля Генриха Птицелова один Ну медитировал, скажем так, на этой могиле И утверждал, что действительно король являлся к нему И давал ему некие ценные указания Возможно, действительно было какое-то такое обманное откровение Гиммлеру Поэтому он никуда не побежал, поэтому не стал прятаться Он, видимо, ждал чего-то для себя Может быть, он вообще ждал, что он станет послевоенным диктатором Германии Несомненно, каждый национал-социалист рано или поздно Должен прийти к соглашению с так называемыми оккультными силами Газета Рейсла, 30 августа 1937 года Так считал и начинающий фашист Гиммлер Как и другие нацисты, он был убежден, что за тысячи лет до Древнего Египта На Земле существовала цивилизация совершенных полубогов-полулюдей Арийцев Необыкновенные существа и непобедимые войны Они обладали тайными знаниями и способностью управлять природными процессами Из-за всемирного потопа эта нордическая раса покинула свою страну И нашла спасение на крыше мира В Гималаях, Тибете Свои тайные знания Арии передали избранным потомкам Эту теорию выдвинула в 19 веке известный русский теософ Елена Блаватская В Германии у нее нашлось немало последователей, которые развивали идею анаргической расе Ее потомками считали древних германцев Подтверждение этому якобы находили в археологии, в легендах о языческом прошлом Германии Но чаще всего в неких откровениях, переживаемых оккультистами Мистические откровения говорили о том, что все великие достижения человечества созданы теми, в чьих жилах текла нордическая кровь Падение великих цивилизаций объясняли загрязнением нордической крови из-за смешения арийцев с низшими расами В 1919 году Германия, потерпевшая сокрушительное поражение в Первой мировой войне, погружается в омуты, революции и междоусобиц В Баварии власть в руках у коммунистического правительства Сопротивление коммунистам организует барон фон Зеботендорф, руководитель общества Туле Это название означает мифическую северную землю, на которой обитали орийцы Германский дух, считали в Туле, передается через тайные послания древних, руны Враг германской культуры, нация без корней, евреи Бонзе Ботендорф говорил, я посылаю Туле в битву Мы германский орден, наш бог, варфаттер, его руна арт Это руна огня, руна восходящего солнца Отцы-основатели Туле сразу сделали ставку на активную политическую деятельность Они заставили две маленьких партии объединиться под шапкой НСДАП И с самого начала все свои тайные знания, все свои мистические учения пытались обречь в форму пропаганды Вот этим они сразу вычленились, как очень активная, боевая, не сакральная, тайная, но очень боевая организация Под крылом Туле начала свою деятельность национал-социалистическая рабочая партия Германии во главе с Адольфом Гитлером Много лет спустя Генрих Гиммлер скажет о Гитлере Он возник из полного отчаяния, когда германский народ зашел в тупик Он знал, о чем говорил В эпоху крушения духовных идеалов германское общество ждало мессию Ждало восхода своего солнца И дождалось его И солнце взошло, черное солнце Но то, с каким восторгом принял немецкий народ Гитлера и его новую идеологию Невозможно объяснить только рациональными причинами Это была явно мистическая сила Она увлекла за собой и молодого Генриха Гиммлера Он родился 7 октября 1900 года Отец Гиммлера был учителем Молодые годы Генрих провел в маленьком баварском городке Ланцхуте Где его отец служил директором местной школы Гиммлер старший был суровым и властным человеком Он исповедовал католицизм и воспитывал детей в духе строгого соблюдения религиозных норм Отец заставлял Генриха ежедневно вести дневник В котором его сын описывал свои поступки и мысли В семье Гиммлеров много читали Любимыми книгами были сказания и легенды О древних германских королях, рыцарях, о подвигах немецких воинов Целым направлением было так называемое фиолькиш Ну некое такое народничество, мистическое Возвращение к своим древним, арийским, мистическим корням Гиммлер был подвержен всему этому И следы вот этих его юношеских увлечений Этой мистикой мы видим в течение всей его жизни Более того, эти его юношеские, детские интересы потом материализовались в глобальной, грандиозной проекта Когда уже в его руках была огромная структура под названием СС Орден СС Генрих был мечтательным ребенком Его дневник полон красивых, высоких слов Главные вехи на пути человека к свободе Подборность, прилежание, честность, воздержание, самопожертвование, дисциплина и любовь к родине Этот лозунг по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера позднее вывешивали в концентрационных лагерях Когда кончилась Первая мировая война Гиммлер записался в добровольческий корпус В котором собрались бывшие солдаты побежденного вермахта Озлобленные поражением в войне Они считают, что Германии нанесли удар в спину антинациональные силы внутри страны Евреи, коммунисты Не нюхавшему пороха Генриху льстит их дружба Он разделяет их взгляды Гиммлер, он очень комплексовал, что не смог повоевать Первую мировую войну Это нужно было компенсировать как-то Какое-то боевое крещение Какое-то боевое крещение Потому что кто такой Гитлер? Железный крест, герой войны Раненый, отравленный газами Еринка, Лютчкас Еще из легендарной группы Рихтгофена Возглавил ее после гибели Красного Барона Это величина Это харизматические личности Хочется как-то соответствовать этому Подтянуться Из-за этого, конечно же, когда ему предлагают участвовать в путче Да еще стать знаменосцем Получается такая возможность Это для него была Первая мировая война 1923 год НСДРП совершает попытку государственного переворота Вошедшую в историю как Мюнхенский пивной путч Генрих идет со знаменем в колонне нацистов И попадает под обстрел Но остается невредимым В этом же году Гиммлер вступает в нацистскую партию Когда в детстве у человека есть жесткая, большая фигура Да, то есть отца, допустим Который контролирует, который все знает Который оценивает и который решает, как жить Это часто вызывает потом потребность в такой фигуре И во взрослом состоянии И вот поэтому он выбирает себе кумиры Гитлера Да, должен быть человек, с которым ты себя все время сравниваешь Сличаешь, к которому стремишься и не можешь достать С дождя некоторое время знаменитый пивной Хофбройкеллер На собрании национал-социалистов появился юноша лет двадцати С головой на цыплячьей шейке и крысиной мордочкой с усиками Его привел Гесс В какой-то момент юнец, как фокусник, выдернул из рукава красное полотнище с белым кругом Внутри которого располагалась черная свадьбика Фюреру штурмовиков Эрнсту Рэму очень понравилось знамя Но Гиммлер объявил, что это личный штандарт фюрера Ситуация мгновенно накалилась Гиммлер, как фокусник из рукава, вытаскивает какую-то трехугольную тряпку Черную, с черепом и костями И говорит, что вот это великолепное красное полотнище Предназначено как лепштандарт Адольфа Гитлера Кстати, слово фюрер тогда еще не произносилось А вот это вот треугольное с черепом и костями Это вот товарищу Рэму для его боевых формирований Можете себе представить Значит, что делает Рэм в этой ситуации У нас нет свидетельства о том, что был некая члена вредительства Гесс вспоминает, что Рэм взял Гиммлера за шиворот и выкинул его за дверь Однако Гиммлер невозмутимо дождался за дверью окончания собрания Когда нацисты покидали пивную, Адольф Гитлер похлопал его по плечу Гесский внук на Гиммлера сказал Клянусь моей верностью, Адольф, у тебя будет претерианская гвардия И руководителем этой гвардии очень скоро стал предприимчивый юнец с крысиной мордочкой Который придумал личный лейпштандарт Гитлера Назначение 28-летнего Гиммлера на должность главы СС То есть личного отряда охраны фюрера Руководители штурмовиков СА встретили шутками Ведь до этого исполнительный Генрих был вечным секретарем и заместителем у партийных боссов В принципе, пост рейсфюра СС не очень значительный 200 человек Раздрослых по всей Германии Которые охраняют фюрера во время его пребывания в различных городах В полной зависимости от руководства СА Несамостоятельная личность в данном случае, когда он назначен рейсфюрером СС Рассказывают, что обычно мрачный Рудольф Гесс Узнав о его назначении, хлопал себя поляшком, задыхаясь в приступе смеха Как показала история, смеялся он совершенно напрасно Прежде всего Гиммлер укрепил дисциплину в своем маленьком гости Очистил его от пьяниц и уголовников Вместо вечеринок пивных – военная подготовка Во-вторых, он переодел СС Раньше СС-отцы носили такие же коричневые рубашки, как и штурмовики Только галстук и кепи у них были черные Теперь у СС новая элегантная форма Черный китель и бриджи, черная фуражка с изображением мертвой головы И главное Гиммлер усложнил прием члены СС СС-отцем мог стать только молодой человек от 25 до 35 лет Естественно, белокурый Кандидат должен был обладать высоким ростом и пропорциональной фигурой За этим следил сам Рейхсфюрер Но прежде всего следовало доказать арийское происхождение своих предков Начиная с 1650 года Будущему ССовцу предстояло пройти многоступенчатое испытание Которое заканчивалось принятием присяги на верность Адольфу Гитлеру Обычную церемонию приурочивали ко дню рождения фюрера К 20 апреля Генрих Гиммлер хотел сделать СС ядром арийской нации Он убедил Гитлера в том, что ССовцы должны обладать большими правами, чем остальные немцы ССовцы не проходили военные службы Не могли быть судимы обычным гражданским судом Им были разрешены дуэли Обесчестивший себя преступлением ССовец Даже имел право покончить жизнь самоубийством Но на это требовалось разрешение начальства СС стала новой немецкой аристократией Туда стремились попасть молодые люди буржуазной среды и знатных германских фамилий Далеко не все и не сразу поняли, что Генрих Гиммлер создает не просто охранное формирование А тайный орден, наподобие средневековых рыцарских орденов О принадлежности к ордену говорили и все атрибуты СС Каждый ССовец носил специально изготовленный кинжал На лезвии был выгравирован девиз СС Моя честь, моя верность Особо отличившимся вручали кольцо мертвой головы Массивный кусок серебра в виде венка дубовых листьев Человеческий череп символизировал преданность до смерти А эмблемой СС стали две стилизованные буквы Образованные сдвоенным руническим знаком ЗИК Символом власти, энергии, победы Изучение рун являлось обязательным для всех офицеров СС Зона Рад, солнечное колесо или солнечная свастика Символ окнеарийских матов Руна Тир, символ воинской доблести Надгробный знак в виде этой руны устанавливался на могилах ССовцев Вместо христианского креста Руна Хакенкроиц, или прямоугольная свастика Главный знак нацистов Символизирует возрождение и бесконечность существования Гиммлер предполагал заменить свастикой все кресты на католических соборах Великий магистр Гиммлер создал в своем ордене атмосферу таинственности Существовало несколько кругов, посвященных Ближайший круг к магистру состоял из 12 обергруппенфюреров СС Под номером 5 значился некий Вайстон Это был псевдоним На самом деле этого человека звали Карл Мария Вильгут И он был духовным наставником Гиммлера Он был человек из древнего рода И описывается случай, когда на Восточном фронте, еще в Первую мировую войну Прибыл высокопоставленный кардинал римской курии, будущий папа римский И вот ему представляли офицеров, в частности, подвели вот этого капитана Вильгут Он назвал свою фамилию, и тот воскликнул по-итальянски Фамилия Малитетта, проклятая фамилия Все были ошарашены Действительно, существовало специальное, еще со средних веков, папское проклятие этого рода По преданию, род Вильгутов хранил у себя древние рунические рукописи Где содержались описания магических ритуалов В частности, тех, которые способны повести за вождем народ В СС Вильгут был главным специалистом по тайным обрядам и расшифровке рун Вильгута посещали такие трансовые состояния одержимости, можно сказать И он рассказывал, что в этом специфическом состоянии транса Он способен видеть события многовекового прошлого Что он способен в своей памяти Что его душа соприкасается с душой рода С душой древних германцев Что он видит воочию те ритуалы Те воинские подвиги Которые прославили германцев еще в древние-древние языческие времена Это все потрясало воображение Гиммлера На западе Германии есть, как считают, магический треугольник Его образуют скалы Экстерштайна Где находились языческие светилища огня Тевтобургский лес Где, по преданию, в начале новой эры германцы разгромили три римских легиона Замыкает этот треугольник в виде копья, обращенного на восток Замок Вевельсбург По преданию волхвов, здесь германские воины остановят предыдущее нашествие Орг с востока Гиммлер решил сделать Вевельсбург орденским замком СС Проект разрабатывал Великой Вевельсбург Замок Вевельсбург Располагался центр оккультного святилища Здесь Гиммлер распорядился соорудить склеп Храм во славу почивших вождей СС Непосредственно над склепом находился зал вождей СС Где, подобно легендарному королю Артуру, он собирал за круглым столом своих приближенных Двенадцать самых благородных и отважных рыцарей СС Это было место, куда не ступала нога Гитлера, Геринга, Геббельса Это была его епархия, его вотчина В Вевельсбурге между магическими церемониями и сеансами медитации решались судьбы целых народов В марте 1941 года там прошло совещание высших, посвященных СС Вот именно там было решено, что война на Востоке грядет И на Восточном фронте должно быть уничтожено не менее 30 миллионов славян И перед самым началом, уже перед самым вторжением на территорию Советского Союза Также там происходило очень важное совещание Главное, что фюрер получил в лице СС боеспособное, лично преданное ему формирование А еще Гитлеру был нужен противовес полубандитским отрядам штурмовиков СА Именно ССовцы сыграли решающую роль в расправе с их руководством В так называемую Ночь длинных ножей 30 июня 1934 года погибло несколько сотен командиров штурмовиков Тех, что когда-то насмехались над Генрихом Гиммлером В том числе и начальник штаба СА Эрнстрем В 1933 году СС получила в свои руки управление концентрационными лагерями В 1936 году Гиммлер возглавил государственную тайную полицию Гестапо Численность СС выросла до нескольких сотен тысяч человек Орден магистра Гиммлера постепенно стал государством в государстве Он считал своими друзьями все СС Это люди его круга, это как бы наш орден И отношения в ордене, как в рыцарском ордене, братские Он старался это сделать, из-за этого он мог поздравить любого рядового фон СС С его днем рождения Он мог встретиться с вдовой погибшего рядового И действительно, если она о чем-нибудь попросила выполнить эту просьбу Он считал это обязанным Это моя семья Как говорили современники, немецкий фашизм это не что иное, как биологический мистицизм В голове Гиммлера, как и других нацистских вождей Странным образом уживались древние мифы и последние научные достижения в области естествознания Особенно его увлекала теория Чарльза Дарвина Теория борьбы за существование Теория естественного и искусственного отбора Выживать должен сильнейший, сильнейший Жицы Все ясно Жицы Какие-то солдаты вермахта Ходят по музею Ну где, видимо, вот раздел посвящен дарвинизму И внимательно рассматривают спеллет огромного динозавра Ну, логика была такова, что динозавры вымерли Потом, значит, все более и более организованные существа, значит, нарождались Появился человек Но человек тоже ведь не конец всего А конечным с результатом будет кто? Жицы Жицы Новую нацию с чисто нордической кровью Гиммлер собирался выводить, как породистых лошадей Каждый эсэсовец должен был получить разрешение на свадьбу Жениться члены эсэс могли только на образцовых арийских женах Естественно, голубоглазых блондинках Гиммлер разработал инструкции, согласно которым женщины должны были иметь нордические черты лица Хорошо знать историю, владеть иностранными языками, уметь ездить на лошади, плавать, управлять автомобилем, стрелять из пистолета Кроме того, они обязаны были образцово вести домашнее хозяйство и уметь готовить После соответствующего экзамена кандидатка в жены члена эсэс получала диплом Если мы нацеливаемся на выведение какой-то породы, то никаких в этом отношении проблем с человеком нет Подбирайте брачных партнеров, известно наследование тех или иных признаков И делайте, что вы желаете Здесь можно высоких, низких, толстых, тонких, голубоглазых, темноглазых А вот с умом здесь сложно, ум контролируется очень многими генами То есть здесь и морфологические, и функциональные особенности мозга Это огромные палитры генов, которые перекомбинируются при каждом рождении Программа Лебенсборн, источник жизни, поощряющая рождение и обустройство безукоризненно арийских детей Предусматривала создание условий, при которых девушки вступали в сношение с эсэсовцами Доктрина провозглашала, что незаконно рожденный младенец не без чести, если мать соответствует генетическому стандарту Между 1935 и 1945 годами родилось 11 тысяч таких детей Обряд крещения младенцев проходил под портретом Адольфа Гитлера Ребенок был завернут в шерстяное покрывало, украшенное дубовыми листьями, рунами и свастиками Гиммлер разрабатывал для эсэс новую мораль и новые обряды Свадебные церемонии проходили у нового нацистского алтаря Хоронили эсэсовцев тоже не под крестами, а под руническими знаками Гиммлер называл христианство идеологической диверсией семитской расы против нордической В одном из выступлений он объявил себя верующим и одновременно проклял христианство Христианство, эта чума, эта моровая язва мировой цивилизации должно быть уничтожено Если это не удастся сделать нашему поколению, значит не удастся сделать уже никому В 1937 году в Нюрнберге проходил очередной съезд НСДРП, победивший партии Десятки тысяч людей собрались на поле Цепелин, где состоялась торжественная ночная церемония, больше напоминавшая культовый ритуал Когда появился Адольф Гитлер, зарплись 150 прожекторов, устремленных в небо, образуя храм света Языческий храм Люди рыдали, оглушенные величием этого зрелища А высоко в ночном небе метались сотни птиц, ослепленных ярким светом прожекторов Потрясения, которые испытали участники Нюрнбергского действа, трудно объяснить одними только постановочными эффектами нацистов Здесь действовали силы посерьезнее Под крылом СС работал институт АННРП, наследие предков Помимо археологии и этнографии, АННРП занималась и вещами загадочными Так Гиммлер санкционировал специальную экспедицию АННРП на Тибет Офицеры СС оказались единственными, кто смог пробраться в этот закрытый район Гималаев Этнография была только прикрытием ССовцы искали тайные знания, которыми обладают потомки ариев, тибетские монахи В частности, способы воздействия на большие массы людей И эта информация, по некоторым сведениям, была немцами получена и применялась на практике Специалисты АННРП в конце 30-х начали поиск святого Грааля, легендарной чаши света, дававшей власть над миром Она по преданию стояла на круглом столе короля Артура Поиски велись в замки секты Катаров в Пиренеях Говорили, что чашу Грааля эсэсовские ученые нашли В конце 30-х многотысячный черный орден СС оплел своей паутиной всю страну Проник в государственный аппарат, практически во все сферы жизни А после начала войны, при упоминании эсэс, трепетали уже не только жители Германии Но и население почти всей Европы И это сделал невзрачный человечек Пенсны, вечно смущенный улыбкой на губах Который верил в переселение душ Адольф Гитлер в своем подчинении создавал различных фюреров помельче И каждый из этих фюреров получал определенное направление деятельности Причем направление не конкретное А направление очень размытое И компетенции всех подчиненных ему фюреров между собой пересекались То есть одним и тем же занималось несколько ведомств В той или иной степени И соответственно, то ведомство, тот человек, тот фюрер, подчиненный высшему фюреру Который действовал наиболее эффективно, получал одобрение Гитлера И его компетенция расширялась Гиммлер хороший исполнитель, очень хороший исполнитель Создавший эффективно действующую, небольшую сначала Но эффективно действующую и фанатично преданную своему фюреру организацию Он смог эффективно решать те вопросы, которые перед ним ставили Соответственно, Гитлер, видя энергичную Энергичного фюрера, подчиненного ему Видя, как тот работает успешно и энергично, расширял его Клан войны Гитлер возложил на рейхсфюрера СС Обязанность по поддержанию порядка на восточных территориях Порядок наводили специальной айнзацкоманды СС Методом массовых расстрелов В 1941 году в Минске великий магистр Гиммлер Сам решил присутствовать при этой церемонии Причем казнить в этот день должны были и мужчин, и женщин Видим, подошел достаточно близко И часть мозга человеческого брызнула ему на шинель Он позеленел, побледнел Ее взяли под руки, отвели в сторону Но постепенно справился с собой И после этого еще толкнул речь перед этой вот командой Расстрельной командой Что вот действительно очень тяжелая и неприятная работа Что надо соответствовать задачам рейха и так далее и тому подобное Сентиментальный Гиммлер сделал выводы после этого эпизода Чтобы не травмировать психику немецких солдат Вынужденных расстреливать женщин и детей Он велел разработать обезличенный механизм для убийства Газовые камеры Он был педантичен, он был лично честен Он был трудоголиком И те преступные деяния, которые были им совершены Были обусловлены именно тем Что он очень четко, очень педантично 48 часов в сутки выполнял то, что от него требуется Окажись он на другом месте То есть ему прикажут расстреливать людей И он их расстреливает Ему бы приказали кормить этих людей черной икрой Он бы их кормил точно так же В 1942 году Гитлер на одном из совещаний потребовал от подчиненных окончательного решения еврейского вопроса Иными словами полного уничтожения этого народа Гиммлер вышел с совещания потрясенным Во всяком случае так он сам потом говорил Действительно в начале войны евреев из Германии нацисты хотели только выселить Фантазии Гиммлера и его подчиненных в этом деле не было предела Был выработан план Причем разработан он был То есть довольно серьезно То есть не просто в качестве идеи Что всех евреев в Германии Нужно поставить на пароход и вывезти на Мадагаскар Который был французским владением Но учитывая, что как раз вот Франция побеждена То французской власти ведь не будут против И создать там соответствующее еврейское государство Однако океанские коммуникации были под контролем союзников И провести караваны судов на далекий остров немцы бы не смогли Тогда Гиммлер придумал другой план Для того, чтобы очистить Германию от евреев Нужно создать всеобщее еврейское государство в Польше Кусок Польши должен быть освобожден от поляков И от поляков тоже И там будут жить евреи Это вызвало дикое возмущение генерал-губернатора Польши Франка Который пришел к Гитлеру и доложил, что что творится Я, так сказать, должен немцами заселять Польшу А мне тут хотят отвезти всех евреев Германии И этот вариант закрыли И после этого начали работать лагеря смерть Но в тот момент, когда война на восточной фронте была в самом разгаре И ее исход предсказать было еще невозможно Произошло невероятное Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер начал спасать евреев Разгадка заключается в том, что на магистра Черного Ордена воздействовал белый маг Гиммлер страдал сильными желудочными коликами Во время приступов чувствительный к физической боли Рейхсфюрер буквально терял разум Традиционная медицина не могла ему помочь Но в 1939 году он узнал об одном удивительном массажисте Феликс Херстен, медик экстрасенс Учился у китайского мануального терапевта Получил медицинские знания в Тибете Называл себя белым магом Херстен единственный, кто смог облегчить страдания Гиммлера И постепенно Рейхсфюрер СС уже не мог обходиться без своего массажиста Херстен воспользовался доверительными отношениями с Гиммлером Когда он находился под действием магических рук Массажист просил его помиловать людей, обреченных на гибель Антифашистов, священнослужителей, военнопленных, евреев Однажды целый эшелон евреев-смертников, шедших в Майданок Херстен именем Гиммлера направил к швейцарской границе, где людей отпустили Согласно послевоенным подсчетам, Херстен спас не менее 63 тысяч человек Гиммлер сам сказал однажды Херстен своим массажем спасает человеческие жизни Одна жизнь на каждый его пас Летом 1944 года Херстен становится наиболее могущественным человеком третьего рейха Это произошло 20 июля после очередного неудачного покушения на Гитлера И попытки государственного переворота, совершенного группой высших офицеров Вермахта ССовцы быстро подавили восстание И благодарный фюрер передал в руки Гиммлера огромную власть В конце 1944 он совмещает посты министра внутренних дел, министра здравоохранения, высшего руководителя разведки, всех полицейских и спецслужб А в качестве командующего войсками СС Гиммлер располагал настоящей армией, включавшей 38 дивизий Однако есть сведения, что рейхсфюреру СС заранее было известно готовящимся к покушению Но Гиммлер не предпринял ничего, чтобы его остановить Хотел чужими руками получить верховную власть? А может быть просто знал то, чего не знали другие? За несколько месяцев до покушения в замке Вебельсбург появился знаменитый немецкий астролог Вильгельм Бульф Гиммлер вытащил его из тюремной камеры Официально в Германии звездочетов не жаловали Они могли подорвать моральный дух нации Однако каждый из нацистских бонз втайне продолжал пользоваться их услугами А Гиммлер больше других Из предсказаний Вильгельма Бульфа Гиммлер узнал, что фюрер переживет смертельную опасность 20 июля 1944 года Потом болезнь в ноябре и умрет таинственной смертью незадолго до 7 мая 1945 года Вильгельм составил гороскопы для самого Гиммлера Естественно, звезды сулили ему спорое и невиданное возвышение Судя по дате рождения, я могу сказать о нем следующее Это человек, который пришел на Землю выполнить определенную задачу И это ему свыше было разрешено Этот человек, возможно, нес какую-то непопулярную идею Идея, которая была по сути своей ложной Но тем не менее, согласно того, что я вижу здесь на экране Наличие этих аспектов показывает, что человек, скорее всего, эту задачу в жизнь воплотил И несмотря ни на что, то, что ему пришлось воплотить в жизнь, ему, что называется, могло сойти с рук 1920 год Странный, трудно объясненный случай произошел тогда со студентом университета Юношей из строгой католической семьи Генрихом Гиммлером Он сожительствует с проституткой Фридой Вагнер, которая старше его на семье И фактически живет за ее счет Однажды подругу Гиммлера находят мертвой Он арестован по подозрению в убийстве Но Генрих умело защищается на суде и его оправдывают за недостатком улика В то же время в его дневнике появляется запись У меня конфликт с религией, но я всегда буду молиться Богу Вот только какому божеству собирался молиться Гиммлер? Темные силы не будут помогать человеку просто так Они потребуют оплаты или жертвы Не стала ли несчастная проститутка Сахерштрасса его первой жертвой За которой потом последуют миллионы и миллионы? Война это всегда для кого-то захват территорий Для кого-то оборона своей родины А для жрецов война это кровь Война это жертвоприношение Общение с миром духа, с миром духов Это вообще не чужды были руководители Третьего рейха Это конечно вещь страшная И мы не можем конечно забывать и последнего Вот этого затопления берлинского метро Гитлером 200 тысяч берлинцев, которые спасались там Граданское население, женщины, дети погибли там Была последняя жертва, страшная жертва Гитлера Уверенность в своем гороскопе не покинула Гиммлера Даже когда советские войска вступали в Герлин Как свидетельствует его личный врач Гетхар Рейхсфюрер тогда впервые в жизни радостно улыбнулся Без меня у Европы нет будущего Без меня Европа расколется на два лагеря Цивилизованный и большевистский Без меня придется искать мне замену Но потусторонние силы, к которым так часто прибегал Генрих Гиммлер Посмеялись над ним И его покровитель король Генрих Птицелов не явил чуда И не пришел к нему на помощь Гиммлеру предстояла иная встреча И встреча весьма символичная История сложилась так, что тот человек, который устраивал концентрационный лагерян Который организовывал службу безопасности Благодаря которому в том числе сложилась вот эта вся система угнетения В конце концов, уже на завершающем этапе Второй мировой войны И после окончания войны в Европе Был взят, схвачен никем иным, как советскими репатриантами То есть бывшими военнопленными Которые еще в 41 году оказались в немецком плену Двое русских солдат Иван Сидоров и Василий Губарев Попавшие в плен в 41-м и освобожденные англичанами в 45-м году В ожидании отправки в СССР записались добровольцами в комендантскую роту 21 мая 1945-го, патрулируя окрестности деревни Мейнстадт в северной Германии Они заметили трех подозрительных мужчин, которые хотели скрыться в лесу Беглецов задержали Они привели их к английскому капралу Сказали, что вот были задержаны немцы Но английский капрал осмотрел их Посмотрелся на них грязная одежда То, что они выглядят больными Действительно немцы сказали, что вот мы болеем Идем, собственно говоря, в госпиталь И англичане решили на самом деле их отпустить Но в этот момент Губарев и Сидоров провели выдержку И сказали, что нет, мы не можем Они какие-то подозрительные Их необходимо арестовать и отвезти непосредственно в караульную часть И внимательно образом осмотреть и допросить Выяснилось, что один из задержанных Генрих Гиммлер И свершилась высшая справедливость Нить судьбы главного эсэсовца Последние часы его жизни оказалась в руках двух русских солдат Во время допроса в штабе 2-й британской армии Гиммлер потребовал встречи с маршалом Монгонери Он воплощал свою фантазию Он воплощал свою идею Он рассчитывал, что его встретят Отвезут к Монгонери И там его будут рассматривать как партнера по переговорам И тут он увидел Что полковник Мерфи Никак не отреагировал Никакого пиетета перед ним не испытал А наоборот потребовал его обыскать, раздеться и так далее И он сразу покончил с собой Потому что это был крах Во время медицинского осмотра врач заметил борту у рейсфюрера капсулу с ядом Но сделать ничего не успел Тот сильно сжал челюсти Все попытки вызвать у Гиммлера рвоту И вернуть его к жизни закончились ничем В 11 часов 4 минуты 23 мая 1945 года Великого магистра черного ордена СС Не стало Военные историки знают Что по всем объективным факторам А тут и количество боеспособных войск И превосходство в современной технике и тактике Германия ту войну должна была выиграть Но на просторах России Ее сломила в первую очередь не материальная А духовная сила Конечно же Вот этот Третий Рейх Натолкнулся не на приодетый кумачом атеизм На который он рассчитывал здесь натолкнуться Третий Рейх здесь натолкнулся На незримый Третий Рим На ту незримую духовную реальность Которая здесь существовала И существует Невидимая для многих до сих пор В мае 1945 года Труп Гиммлера был кремирован А его прах развеян по ветру Таинственный черный магистр исчез Но дух Генриха Гиммлера Периодически является на землю Говорят, что в полнолуние Призрак черного магистра Можно увидеть в мистических коридорах Замка Вебельсборг Может быть Он ждет, что люди в очередной раз Потерявшие Бога Снова захотят встать под черные знамена СС Что таинственное предсказание Короля Птицелова сбудется И тень Гиммлера Обретет себя воплоти Субтитры создавал DimaTorzok Москва, НКВД СССР Товарищу Берия Докладная записка 2 мая 1945 года В Берлине в нескольких метрах От запасной двери бомбоубежища На территории Рейх-францелярии Были обнаружены обгоревшие трупы Мужчины и женщины Причем мужчины низкого роста Ступня правой ноги в полусогнутом состоянии С обгоревшим ортопедическим ботинком Остатки мундира формы партии НСДАП и партийный значок Обгоревшего трупа женщины Обнаружены золотой партийный сигар Золотой партийный значок И золотая брошь У изголовья обоих трупов Лежали два пистолета системы Вальтер 3 мая в отдельной комнате Бункера имперской канцелярии На спальных кроватях Обнаружены были 6 детских трупов 5 девочек и 1 мальчик С признаками отравления Опознать Геббельса оказалось нетрудно Даже обгоревший труп Сохранил его характерные черты Крошечный рост Узкая грудная клетка Искалеченная нога И застывшая на лице гримаса Сохранившая выражение Фанатичного упрямства Казалось, что он сейчас встанет И закричит Хайль Гитлер А дети выглядели совершенно живыми С розовыми щеками И спокойными улыбками на лицах Таковы были особенности действия Синильной кислоты Эта картина произвела Жуткое впечатление на людей Оказавшихся в те дни в бункере Было даже какое-то желание Еще такое ощущение Очень тревожное Нелегкое Очень тяжелое И когда меня спрашивали Вот тебе не было Как тебе Тебе что Наверное страшно было Когда ты видела Вот Гитлера Геббельса Значит Ну должна сказать Что страшно не было Ну было какое-то содрогание Но страшно не было А вот Дети Это было действительно страшно Берлин 10 мая 1933 года 12 лет до краха Третьего рейха На площадях и улицах города Горят чудовищные кастры из книг По приказу Геббельса В огонь летят произведения Толстого, Достоевского, Томаса Мана, Бальзака и Золя Геббельс был начитанным человеком Он увлекался немецкой романтической поэзией До конца жизни собирал редкие издания Великого немецкого поэта Еврейского происхождения Генриха Гейне Но Гейне тоже летит в огонь И уже никто в Германии Не посмеет проситировать строчки Из обугленного Томика В стране, где жгут книги, будут жечь людей Пророчество поэта сбылось В печи Дахау Освенцема Бухенвальда Последними в этот адский огонь Отправились сам Геббельс и его жена Их трупы были облиты бензином И сожжены соратниками 30 апреля 1945 года Во дворе Рейхс-Канцелярии Фактически всего несколько часов Разницы между смертью Фюрера И самоубийством Геббельса Но это в общем-то крах их системы ценностей Я бы так сказал Системы ценностей национал-социализма Хотя они приложили к этому огромные все свои силы Чтобы эта система победила Это были люди в общем-то сильной воли В том числе это касается и Геббельса Он до конца пошел за своим лидером, за фюрером Ну и вместе с ним разделил этот коллапс Шоу доктора Геббельса длилось более 20 лет Сначала только в Германии Потом его ареной стал весь мир Митинги, факельные шествия, плакаты, карикатуры, акции и провокации Арсенал его колдовской пропаганды был неисчерпаем Он лыгал виртуозно и самозабвенно Своё злодейское дело он исполнял добросовестно, педантично и гениально Это с его подачи фюрер в Германии стал божеством Он творец культа Гитлера Это ему нацистская партия обязана победой на выборах и приходом к власти Это он поддерживал в немцах боевой дух до самого конца войны Он был хорошо воспитан, изысканно вежлив И вряд ли когда-нибудь пускал в ход кулаки Но это он убедил нацию, что можно убивать других людей только за то, что они не немцы И поэтому его руки по локоть в крови Он был гениален, но служил преступному режиму Причем служил искренне Потому что Геббельс был, безусловно, одним из самых талантливых людей нацистской Германии Возможно, даже не Германии Возможно, даже как руководитель пропаганды Как человек, заложивший основы пропаганды Политической пропаганды Он стоит в ряду мировых лидеров в этого направления К сожалению, пропаганда циничной Йозеф Пауль Геббельс родился в 1897 году В 7 лет он заболел остеомелитом, воспалением костного мозга Ему прооперировали бедро И в результате правая нога высохла и стала на 12 сантиметров короче Впрочем, это официальная версия Враги Геббельса впоследствии настаивали, что уродство было врожденным А стало быть, всесильный министр По строгим канонам расовой теории, существо неполноценное Как бы то ни было, но этот физический недостаток сыграл в его жизни решающую роль Он рос одиноким, избегал компании соседских ребят и одноклассников Он остро переживал свою физическую ущербность И поэтому изо всех сил пытался доказать свое умственное превосходство Он радовался любому случаю уязвить, унизить или выставить на посмешище своих сверстников Я 36 лет работал в Центральном аппарате госбезопасности по линии КГБ И мне пришлось побывать в загранкомандировках по линии разведки Где я встречал достаточно много очень интересных людей Речь пойдет о моем знакомом по Лондону Николасе Райзмане Как-то в разговоре он сказал, а ведь я учился в одном классе с Геббельсом В классе его дразнили, потому что дети жестокие, они насмехаются над людьми неполноценными Дразнили его Тойфелем Тойфель это черт по-немецки Намекая при этом на хроматуме Фистофеля Он очень переживал Не только из-за того, что его дразнили, а из-за того, что он не мог заниматься спортом К тому же у него были, в общем-то, яркие такие сексуальные амбиции эротические Ему очень нравились крупные девочки Гретхена из старших классов В общем, он слыл среди сверстников, мастером такой риги, заговоров и комбинаций различных Там была Магда, красавица, признанная в школе И она была влюблена в лидера класса Йозефа Гибельс, ну то, что в глаз положил, но тайно, видимо, пылал, ему не нравилось это И он запустил слух о том, что из соседнего класса лидер Мартин Рассказывает, хвалится тем, что он заставил Магду раздеться при нем Это была неправда, сто процентов Но он этот слух запустил и развалил эту пару У него было любимое выражение уже в школе Чтобы повести за собой массы, нужен один процент правды И респектабельный рупор Его единственным другом был дневник, которому он с 12 лет поверял свои мысли Одна из первых записей в толстой черной тетради звучала так Я должен стать великой личностью В данной ситуации буквы у нас наклонены не в правую сторону, как обычно в прописях А в левую сторону В эту сторону пишут люди, у которых есть какое-то осознание себя Как яркую болезненную индивидуальность Поскольку, когда я отделяю себя от мы, то это противоставление моего я всеобщему То есть я не такой, как все Я избранный Во время Первой мировой войны Геббельс сделал попытку пойти добровольцем на фронт На призывном пункте ему приказали раздеться Осмотрели искалеченную ногу и отправили домой Он закрылся в своей комнате и всю ночь рыдал Хотел ли он воевать и погибнуть за Германию? Скорее нет, чем да Он не мог не понимать, что его никогда не возьмут в армию Но он уже научился лгать не только другим людям, но и самому себе Будут мнения, что почерк это своего рода кардиограмма души Несмотря на то, что этот человек вроде бы как аккуратный, мягкий, педантичный исполнительный Но в то же время в глубине его почерка как раз и заключается эта резкость Нетерпимость к другим мнениям Нетерпимость к оппозиции, к противникам Человек расчетливый, скрытный, с внутренним противоречием И чтобы все вот это вот как бы болезненное свое существование не показывать окружающим Нужно обладать высокой артистичностью Нужно обладать высокой степенью лицемерия Почерк одного человека, личность другого Мюнхен, 9 ноября 1938 года, 7 лет до краха Третьего Рейха Празднование юбилея пивного путча Геббельс готовится произнести приветственную речь Ему приносят сообщение о том, что в Париже 17-летний паренек Гершель Грюншпан совершил покушение на советника немецкого посольства Фон Рата Геббельс на ходу меняет тему выступления Звучит призыв к еврейским погромам Полиция и СС получают приказ не препятствовать бесчинствам За ночь разрушено 815 магазинов Сожжены 171 дом и 119 синагог 100 человек убито, 20 тысяч евреев брошены в концлагеря Среди арестованных оказалось и 150 немцев, выразивших неодобрение погромщикам Хрустальной ночью назвала это злодеяние нацистская пропаганда Однажды на посиделках Берггофи, когда кто-то играл на пианино Гитлер рисовал карикатуры на присутствующих Ну, то есть, когда каждый из них занимался любимым делом А Геббельса ждали, что он почитает стихи Поскольку он давно ничего не писал, он прочитал вот этот опус, написанный в 20 лет И там есть эти слова, хрустальная ночь И вот присутствующий фунг потом ставил его в один из своих отчетов После еврейского погрома 1938 года 1942 год Геббельс совершает инспекционную поездку по лагерям военно-пленных Вид страдающих людей не вызывает в нем никакого сочувствия А его родители так мечтали, что их Йозеф станет священником Он стал проповедником Только проповедовал не смирение и христианскую любовь А германскую гордыню и беспощадную ненависть В юности он зачитывался Достоевским Бес и его любимый роман Во всем, в мыслях, в словах и в поступках Он подражал героям этого романа, русским революционерам Они учили, цель оправдывает средства И он шел к своей цели, не считаясь ни с чем и ни с кем Они говорили морали нет И он отказывался от морали В то время он писал в дневнике Я немецкий коммунист А также Я голодный пастер Но есть еще один роман русского классика Который служит ключом к пониманию его личности Игрок Оказавшись на перепутье, он бросил монетку С кем ему быть? С коммунистами или нацистами? Он поставил на красное и проиграл А потом ставил на черное и раз за разом срывал банк Но в итоге снова выпало красное Он вообще с большой симпатией отнесся к Октябрьской революции Он как бы даже видел в этом, что Германия должна пройти такой же путь И скажем, если брать 21-22 годы То Геббисов еще даже не определился в своих политических симпатиях Он в это время, наверное, более левый, чем правый Блиной с Потемкин Вообще восхищал его Он несколько часов смотрел И даже записал в одном из своих посланий Что как жаль, что у нас нет такого же фильма Такие люди, как Геббельс, рождаются в каждую эпоху Но не во всякое время они бывают востребованы И подняты к вершинам власти Они совпали Геббельс и его время Германия проиграла Первую мировую войну Была унижена и растоптана Но победителям было мало Версальского договора и огромных репараций В 1923 году французские и бельгийские войска Огруппировали самую богатую область Германии Рур Жадность и самодовольное чванство триумфаторов Мелочное стремление добить лежачего Отобрать у голодного последний кусок Привели к неожиданному результату Во всех уголках Германии Во всех немецких домах Вскипали слезы бессильной ненависти Сжимались кулаки Газеты писали Что чернокожие солдаты французской армии Зуавы насилуют белокурых немецких девушек Газеты называли это черным позором Германии И именно тогда чувство ненависти и жажды мести Объединили немецкий народ Часто говорят, что немцы полюбили Гитлера За то, что он дал им хлеб и работу Вздор Гитлер и Геббельс вернули немцам чувство самоуважения Они озвучили их потаенные мысли И поэтому стали гумирами Но это произошло позже А тогда, в 1923-м Геббельс бросился в рур Ему нужно было оказаться в центре событий У человека есть навязчивая какая-то идея Какой-то болезненный очаг возбуждения И чтобы нейтрализовать этот болезненный очаг возбуждения Принимается форма служения Самопожертвования Форма себя возвеличивания с помощью других Он боится, что его проявления внутриличностными Будут не приняты обществом 11 ноября 1923 года Мюнхен 22 года до краха Третьего Рейха Гитлер в окружении 600 штурмовиков Объявляет о начале национальной революции И низложении правительства Баварии Переворот провалился Гитлера выследили И посадили на скамью подсудимых Он превратил зал суда в театр одного актера Он не защищался, он нападал Геббельс в порыве восторга написал Гитлеру письмо Подобно утренней звезды Вы явились нам И чудесным образом просветили нас во мраке неверия и отчаяния Вы дали нам веру Когда-нибудь Германия отблагодарит вас Это был восторг пропагандиста-любителя Перед мастером пропаганды Но Геббельс учился Он уже понял, что может заставить людей поверить тому, что он говорит Что словами, голосом, жестами может убедить и подчинить толпу И он уже испытал наслаждение от власти над толпой Любопытна одна характеристика Данная самому Геббельсу Одним из его старых соратников Вальтером Штеннессом Лидером берлинских СА Штеннесс сказал Что Геббельс это что-то вроде мыши В жизни его почти не видно Эта мышь поднимается на задние лапки Тянется и вынюхивает Но когда она разверзает пасть То это тигр Рыкающий и устрашающий И тогда мы говорим Браво, маленький доктор В 1924 году Геббельс вступил в нацистскую партию Не по убеждениям, скорее по материальной нужде Ему предложили должность редактора субботней газеты Он согласился Газету выпускала партия И он стал нацистом, хотя в душе оставался социалистом Он не скрывал симпатии к советскому режиму В своей знаменитой речи Ленин или Гитлер Он, конечно, превозносил Гитлера Но и для Ленина не пожалел теплых слов А вскоре и недавнее обожание фюрера Заметно поостыло Он дошел до того, что на одном из собраний Предложил исключить из партии мелкого буржуа Адольфа Гитлера Они жили в разных городах И лично не были знакомы Но в 1926 году Гитлер понял Что ему нужен этот человек с лицом фанатика И сумасшедшим пропагандистским темпераментом В 1926 они наконец встретились И Гитлер купил его душу О том, как происходил этот торг Лучше всего говорят дневники Геббельса Начиная с апреля 1926 года Они буквально звенят восторгом Пришло письмо от Гитлера Ждала машина Гитлера королевский прием Звонил Гитлер Он говорил со мной целых три часа Пока Гитлер слушал речь Геббельса Первую, вероятно, речь публичную Он от зависти едва не сдох И тем не менее, после этого митинга Он произносит такую фразу Этот крошка цахис нам нужен Искалеченная душа Геббельса требовала признания Не единичного успеха А ежедневного, ежеминутного признания Поэтому он так упивался своими выступлениями и речами На глазах толпы пигмей превращался в великана А неудачник в вождя Еще важнее для него было одобрение Гитлера Пустяковой похвалы было достаточно Чтобы Геббельс был счастлив Малейшего упрека хватало Чтобы он оказался в депрессии Несчастный мальчик-инвалид мечтал Что когда-нибудь у него появится Сильный, могущественный друг Который защитит его от обидчиков Гитлер стал ему другом Он открыл перед ним фантастические возможности Он оценил его талант И дал ему шанс проявить себя и возвыситься За это Геббельс был готов служить своему фюреру Другу и хозяину До последнего вздоха Этот человек хорош для определенного круга людей Поэтому можно назвать его добрым, заботливым Аккуратным, внимательным Исполнительным, добросовестным То есть в определенной группе Определенный, допустим, круг людей Но поскольку у него есть В данной ситуации Внутренний конфликт со своей личностью Болезненный конфликт Самоутверждение Самокомпенсации Отсутствующего Будем говорить Уважения В более раннем периоде То у него есть стремление Самоутверждения То есть присоединение К какому-то очень большому субстрату Вот, например, пиявка присоединяется к человеку И с помощью человека Может выйти из воды В 26-м году Гитлер назначил Геббельса Гауляйтером Берлина Крупнейший город Европы Жил своей жизнью И ему было глубоко Наплевать на нацистов На их фюреров И гауляйтеров 600 сторонников На весь многомиллионный Берлин Это все, чем располагал Геббельс Он быстро понял Свою задачу Нужно было Обратить на себя Внимание Не важно как Не важно чем Он прежде всего вывез Вывел на улицы Своих сторонников И пошел С демонстрации В рабочий район Причем Не просто в какой-то рабочий район А он выбрал Для своей демонстрации Район В котором были всегда Очень сильные коммунисты Естественно Завязалась словесная перепалка Как только завязалась словесная перепалка Через какое-то время Она переросла в драку Чего добился Геббельс О нацистской партии Сразу стала писать Берлинская пресса Потому что был Ну скажем так Как сейчас принято говорить Информационный повод То есть Большая драка На политической почве Об этом написали все газеты И соответственно Это вызвало интерес Населения К Нашастущей нацистской партии Начался резкий приток в партию За один день в партию вступило До двух тысяч человек Это огромное число для Дерлин Началась бесконечная череда Знаменитых митингов Геббельса Каждый из них он обставлял Как театральный спектакль Митинг стал ритуалом Где знамена, музыка, специально отобранные люди И шествия служили декорациями И играли отведенные им роли Митинги не вносили ясности Они еще больше задуманивали головы Но зрители всегда покидали зал Под большим впечатлением Это были не просто зрелища Это были кровавые зрелища В толпе работали нацистские провокаторы Каждый митинг заканчивался Жестоким побоищем О нацистских расправах писали газеты Геббельс становился известной личностью В одной из стратей его назвали Обер-бандитом И он с удовольствием подхватил эту кличку Теперь на его афишах было написано Огромными буквами Сегодня вечером выступает с речью Доктор Геббельс Обер-бандит Он заменял Наверное Всех Современных шоуменов Он один был такой И знаете, что интересно? Он мог дискутировать сам с собой Вот если бы сейчас, например, его Посадили бы на Какое-нибудь современное трёх-шоу Где две трибуны И где люди сходятся к барьеру Он бы раздвоился по обе стороны И устроил бы такое шоу Что мало не показалось бы Авторитет Геббельса среди нацистов За годы берлинского гауляйтерства Значительно вырос Его митинги привлекли к гитлеровскому движению Сотни тысяч новых сторонников Особенно сильные впечатления Его речи производили на женщин Злорадная улыбка истории Этот малопривлекательный господин Ростом 1 метр 54 сантиметра Превратился в секс-символ Вожделенную мечту множества фрау И предмет грёз В 1930 году на его митинге Оказалась Магда Квант Молодая и очень красивая женщина Она недавно разошлась с мужем Шантажом выбила у него немалое содержание И теперь жаждала новых острых ощущений Ей было скучно быть женой миллионера Одного из богатейших людей Германии Кванта Ей это было скучно Она хотела действия Она хотела быть рядом с людьми Которые перекраивают мир И сложить судьба чуть-чуть по-другому Возможно сейчас мы бы знали Магду не как Магду Геббельс А как Магду Арлазоров И одну из, скажем так, основательниц Государства Израиля Она была готова уехать с Хаймом Арлазоровым В Израиль случайно распалась их связь И она не вышла за него замуж Ей нравились революционеры Ей нравились люди, которые, скажем так, совершают поступки Которые действительно пытаются перевернуть мир Именно поэтому ей, так сказать, вот Приглянулся Геббельс Геббельс произвел на Магду сильное впечатление Его речь, звучавшая в темпе стаката Его голос, его мягкий рейнский акцент Его примитивная, но несокрушимая логика И убийственная ирония Очаровали молодую искательницу приключений Через некоторое время Магда становится сотрудницей Геббельса Потом любовницей Геббельса И, наконец, женой Геббельса В дневнике Геббельса эти события Отмечены красноречивыми записями Красивая женщина по фамилии Квант Составляет мой личный архив Пишет он 7 ноября 30-го года Неделю спустя он добавляет Вчера после обеда у меня была красивая фрау Квант И помогала разбирать фотографии 15 февраля 31-го года Геббельс Докладывает дневнику о своей победе Вечером приходит Магда Квант Остается очень долго и расцветает В обольстительном белокуром очаровании Ты моя королева Для потомков автор дневника Пометил эту запись цифрой 1 В память об их первой Интимной близости От природы он наделен Этическими чертами характера То есть он легко вступает в контакт Располагает к общению Но есть такая тенденция Что этот человек может быть не уверен в себе Как мужчина в физиологическом плане Тогда он отношения с женщинами Склонен переводить в отношения Эта женщина друг Эта женщина только любовница Эта женщина... То есть этот мужчина четко знает Какие отношения с какой женщиной строит Можно сказать, что если выбирает этот мужчина себе женщина Это он выбирает себе женщин Программируемых его волей Все-таки все женщины Которые были в жизни Геббельса Кроме одной Его истины и единственной любви Они все относились к нему С жалостью И вот в чувстве Магды И вот в чувстве Магды Было больше жалости, чем страсти Но это чувство оказалось довольно крепким И все-таки она осталась с ним Несмотря на все его фокусы На любовном фронте Так возник этот странный и неустойчивый союз Который должен был через некоторое время рухнуть И наверняка бы рухнул Если бы не было еще одной силы Еще одной воли Еще одного человека Эта женщина могла бы сыграть большую роль В моей жизни Даже если бы я не был женат на ней Эти слова принадлежали Гитлеру И были произнесены сразу после их знакомства Магда как-то призналась мне Что вышла замуж за Геббельса Чтобы быть рядом с Гитлером Утверждает режиссер Олени Риппенштаб Я замечал, как она своими большими глазами Смотрела на Гитлера Горит ей Отто Вегина Советник Гитлера по экономике Геббельс был сильной личностью Он умел манипулировать людьми Но Гитлер был значительно сильнее И манипуляции Геббельса Были для него детскими играми Йозеф Геббельс любил своего фюрера Он преклонялся перед Адольфом Гитлером И ревностно ему служил Магда Геббельс Не меньше мужа любила фюрера Преклонялась перед ним И служила ему Был ли этот треугольник любовным Неизвестно Но он был Магда была убежденной национал-социалистской Яростной национал-социалистской И вообще она была женщина Скажем так, крайностей Она всегда хотела Скажем так Принимать активное участие во всем И ей не нужно было, скажем так, кусок чего-то Ей нужно было все И ходили, так сказать, упорные слухи Это проскальзывает в некоторых воспоминаниях Что Магда, скажем так, пыталась ухаживать за Гитлером Но из этого ничего не получилось Своих амбициозных планов Магда не скрывала Она писала матери Если к власти придет движение Гитлера Я буду одной из первых женщин Германии Вскоре ее квартира превратилась В место встречи коричневого общества Она принимала деятельное участие В обсуждении планов захвата власти в Германии К ее советам прислушивались От масштаба задуманного И необыкновенных перспектив У молодой красавицы кружилась голова Уже тогда она была готова заплатить любую цену за успех Когда 30 января 1933 года Кинербург поговорил с Гитлером И сказал ему о назначении канцлером Гитлер тут же сообщил об этом Геббельсу Они встретились И испытывали необычайное чувство волнения и радости И Геббельс потом записался в дневнике Что теперь они у власти И жена Геббельса тоже была очень рада И она ему написала письмо В котором писала Что ну теперь ты покажешь нашей стране И миру на что ты способен Через несколько часов Геббельс запишет в дневнике Это похоже на сон Вильгельдштрасса наш Берлин 30 января 1933 года 12 лет до краха Третьего Рейха Сотни тысяч людей идут маршем мимо Рейхсканцелярии Огни факелов в руках манифестантов видны далеко в ночной темноте А их глаза разносятся эхом по городу Они идут час за часом Гитлер улыбается и солитует им За спиной фюрера стоит незаметный Геббельс Можно назвать Геббельса Главным политтехнологом Гитлера Если речь идет о всех избирательных компаниях Гитлера То Геббельс это номер один в подготовке всех этих компаний И в общем-то этот человек внес решающий вклад в эти компании В 1933 году Геббельс становится руководителем Министерства просвещения и пропаганды Он проводит кардинальную чистку германских газет Увольняет политических противников НСДАП и расово неполноценных сотрудников За время правления нацистов количество газет в Германии сократилось в пятеро Особое внимание Геббельс уделяет радио Его аудиторией становится вся Германия Он формулирует законы пропаганды и требует их неукоснительного соблюдения от своих сотрудников Первый закон Умственное упрощение Можно говорить и писать лишь то, что поймет самый необразованный из немцев Второй закон Ограничение материала Говорить и писать лишь то, что выгодно нацистам Третий закон Вдалбливающего повторения Многократно повторенная ложь превращается в правду Закон субъективности и закон эмоционального нагнетания Так зомбировали немецкую нацию Крестьянин и рабочий напоминают человека, сидящего много лет в глухом каземате После бесконечной темноты Его легко убедить в том, что керосиновая лампа Это солнце Геббельс один раз написал в своем дневнике Что правда Это все то, что помогает тебе победить Так вот, если брать этот принцип в отношении его пропагандистской деятельности То главная отличительная черта этой пропаганды Ее внешняя убедительность и простота То есть ощущение какой-то легкости То есть они все объясняют И не так сложно Все очень понятно Враг всегда известен Это мог быть еврей, коммунист, большевик, русский, кто угодно Американские плутократы Выход из ситуации часто тоже объясняется довольно просто Мобилизация нации, потальная война, жертвоприношение, преданность фюреру Берлин, 1 августа 1936 года 10 лет до краха Третьего рейха На Олимпе штадион в присутствии 110 тысяч зрителей под музыку Вагнера Гитлер объявляет об открытии Олимпийских игр Великолепные хореографические выступления Новые рекорды и немецкое гостеприимство поразили и очаровали гостей Ведомство Геббельса хорошо поработало Чтобы превратить Олимпиаду в грандиозную пропагандистскую акцию Антисемитские лозунги были убраны Заключенные спрятаны Вся Германия была вылизана и вычищена так, что напоминало сказочную деревню Спецедовал империю Объединяющую культуру Образование Кино, телевидение Прессу У нас такого не было, аж разные были все ведомства И даже таки в период тоталитаризма Вот он сумел это сделать И выступал все единым фронтом Геббельс без устали придумывает новые пропагандистские приемы Кодированные тексты для газет, воздействующие на подсознание Психотронные военные марши и систему зеркал в метро Действующих по принципу 25-го кадра Он использует любые самые эксцентричные и самые бесчестные методы борьбы Если они дают шанс на успех Он пускает вход центурии Нострадамуса Его пророчества толковались так, что ни у кого не оставалось сомнений в конечной победе фашистского режима За границей пророчества были изданы брошюрой А в самой Германии распространялись якобы нелегально в списках Ведомство Геббельса справедливо называли министерством народного затмения Рейхсминистр быстро сумел превратить свой аппарат в эффективный инструмент тотального контроля Над сознанием целой нации Никогда, я думаю, в истории человечества еще Не печаталось такое количество различных листовок Это миллиарды штук Причем иногда даже это вот фиксировалось в разные годы Колоссальное количество на любой вкус И огромными тиражами Как для внутреннего, так сказать, потребления Так и для иностранного Это во время войны сбрасывались самолетом Или просто распространялось через свои газеты Колоссально, миллиарды листовок Некоторые рисовки просто с призывом Некоторые карикатуры Плюс нестандартные формы пропаганды Например, через марки Геббельс целиком погрузился в работу Амагдова воспитания детей Их было шестеро Пять девочек и один мальчик Радостью от рождения сына Геббельс поделился со своим дневником Вот лежит малыш лицом Геббельс Я безмерно счастлив, готов все расколотить от радости Мальчик Вот лежит малыш лицом Геббельс До краха рейха оставалось 10 лет Она была сентиментальна и романтична И слишком запал в ее воображение тот образ Арийского счастья Прекрасного светлого мира Германии Который сумел нарисовать ей Гитлер и Геббельс Она слишком хотела, чтобы ее дети жили в этой стране В такой стране Для Геббельса собственная семья стала Отличным пропагандистским материалом Он представил своих детей Как пример чистокровного потомства Без наследственных заболеваний В отвратительной киноагитке Жертвы прошлого Оправдывавшей бесчеловечную дискриминацию Умственно больных и инвалидов Магда первой в Германии Получила из рук Гитлера Почетный крест немецкой матери Английская газета Daily Mirror Называет Магду Геббельс Идеальной женщиной Германии Но частная жизнь Четы Геббельсов была далека от идеальной Они изменяют друг другу Йозеф пользуется своей властью Над немецким кинематографом И немецкими актрисами Магда в отместку спит с его заместителями Вот характерная для Геббельса запись в дневнике Каждая женщина привлекает меня подобно пламени Я брожу вокруг подобно голодному волку Но в то же время как робкий мальчик Я иногда отказываюсь себя понимать Если человек себя не любит А в данной ситуации мы как раз это и наблюдаем То ему нужно много-много любви Чтобы убедиться, что наконец-то он достоин этой любви Что он действительно хороший человек О войне против СССР Геббельс узнал только тогда Когда Гитлер отправил его к микрофону Выступить с обращением к нации Геббельс понимал, что теперь на первый план выйдут генералы Но он не собирался долго оставаться в стене В тот период, когда Гитлер был победителем Геббельс был ему не очень нужен Вот Геббельс об этом говорит сам Сейчас он победитель Он бог Он фараон И я ему не нужен Но ничего Еще придут поражения И он снова призовет меня Так и случилось Геббельс стал новатором в военной пропаганде И в введении информационной войны В Вермахте были созданы специальные войска пропаганды В пропагандистских ротах служили репортеры, владевшие оружием И военные, владевшие репортерскими навыками На советских людей обрушилась вся мощь Геббельсовской пропагандистской машины Им говорили, что фашисты пришли, чтобы освободить народы СССР от сталинского ига Что СС это гуманная организация, а вожди рейха При исполненной любви к России и к русским Часто пропаганда достигала цели В 1942 году количество перебежчиков из Красной Армии составило около 80 тысяч человек В 1943-м более 26 тысяч человек И даже в 1944-м около 10 тысяч Но своим солдатам ни Гитлер, ни Геббельс Никогда не говорили о любви к русскому народу И об освободительной миссии немецкой армии Всякое сопротивление бессмысленно! Здавайтесь! Всякое сопротивление бессмысленно! Здавайтесь! В 1942 году была выпущена брошюра с красновечивым названием «Недочеловек» Книжица первоначально предназначалась для воевавших в России эсэсовцев В качестве справочного пособия по восточным народностям Этот документ получил широкое распространение и внутри рейха «Недочеловек» стал гимном расовой ненависти Призывая немецких солдат смотреть на мирное население Как на вредных микробов, которых следовало уничтожать Пропаганда в данном случае была довольно примитивной И недалекой в целом Здесь можно говорить о существенных просчетах Они не совсем понимали систему отношений внутри Советского Союза Многонациональный характер Роль советской власти в модернизации страны О том, что появилась другая прослойка Молодежь, интеллигенция Было не совсем понятно Поэтому те листовки, которые сбрасывались на оккупированных территориях Они вызывали часто смех Не играли практически никакой роли «Бей же да, полет рука, морда просит кирпича» Ну это вообще анекдотично, конечно, воспринималось солдатами Даже малообразованными, я имею в виду красноармейцами И часто эти листовки использовались для того, чтобы крутить самокрутки, курить табак Колдовская магия геббельсовской пропаганды поддерживала боевой дух вермахта Но решить исход грандиозной битвы народов она была не в силах Это его лучшее выступление Это его звездный час После сталинградской катастрофы Гитлер поручил геббельсу организацию тотальной войны «Вам нужна тотальная война?» – спрашивает он у зала «Я-я», – отвечают тысячи глоток Да, несется из переполненного дворца спорта А вот уже апрель 45-го года Геббельс провожает колонны фольксштурма навстречу советским танкам Он опять говорит о великой миссии, о жертвоприношении, об оружии возмездия Но старики и мальчишки не аплодируют А с хмурыми лицами уходят умирать На последнем оперативном совещании в полуразрушенном здании министерства Геббельс спросил собравшихся чиновников «Зачем вы сотрудничали с нами, господа? Теперь вы заплатите за это своими головами» Буквально за несколько дней до смерти Его старшая дочь, 14-летняя Хельга, начала писать письмо И писала его фактически до конца Письмо было адресовано мальчику, ее другу Вероятно, ее первой любви И вот оно само по себе очень интересно Когда его читаешь, ты понимаешь, что в этой семье вырос рано повзрослевший Очень сильный, очень добрый и хороший человек В бункер к фюреру они взяли с собой детей Магда одела их в белые платьицы и причесала волосы Не пугайтесь, дети, вы получите укол, как все солдаты Им дали снотворное, а потом вкололи синильную кислоту После этого Геббельс застрелился, а Магда приняла яд Я родила их для фюрера и Третьего Рейха Вчера вечером фюрер снял свой золотой партийный значок и прикрепил его мне Писала она в прощальном письме Я горда и счастлива Их детей звали Хельга, Хельда, Хельмут, Хольда, Хедда, Хайда Их вынесли в сад и накрыли простынями Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин